Это непростой бюджет, впрочем, как и все последние годы. Непредсказуемая экономическая ситуация, снижение налогов от предприятий, большие долги по кредитам. Глава Департамента финансов не скрывает, представляет цифры, сформированные с осторожностью. Для минимизации бюджетных рисков планирование бюджета основано на консервативном варианте экономического прогноза по получению прибыли. Объем прибыли на 2012 год составит 80% от оценки текущего года. В итоге средства областной казны заметно меньше, чем в прошлом году. 35 миллиардов доходы, 39 расходы. Дефицит предельный – более 4 миллиардов рублей. В такой непростой ситуации главные средства брошены на социальную сферу. Все-таки остается социальная направленность бюджета. Это 70% бюджета. Это на выполнение социальной гарантии. Значит, мы можем быть абсолютно уверены, что при всей сложности бюджета, заработная оплата бюджетным организациям выплачиваться будут без каких-либо сложностей, как это было, и задержек. Мы абсолютно должны быть уверены в том, что все социальные гарантии пенсионерам, малоимущим, детям будут бесперебойно осуществляться в течение всего года. На развитие остается не так уж много. Более чем 6 миллиардов рублей будут работать в области. Вдвое больше средств идет на ремонт дорог в рамках трехмиллиардного дорожного фонда. Также сейчас власти и депутаты ищут возможность для выполнения губернаторской инициативы – повышения зарплат в сфере дошкольного образования. Система образования начинается не в школах, а начинается она в детских садах. И наша фракция, и наш комитет, и в том числе по рекомендациям слушателей, мы ставим проблему о необходимости повышения фонда оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений. И надо смотреть еще и дополнительного образования, минимум на 15% с 1 января. Этот вопрос в стадии обсуждения, будем его рассматривать. Еще один важный момент – это новые межбюджетные отношения, которые сегодня выстраивают в регионе. Дать районам не рыбу, а удочку – так образно называют их депутаты. Проще говоря, оставить часть налогов на местах, чтобы увеличить доходную базу. В результате впервые 10 муниципалитетов наполнят свою казну сами, без дотации областного бюджета. В первом чтении бюджет сегодня депутаты поддержали, хотя не единогласно. ЛДПР и коммунисты проголосовали против. Из 14 основных получателей или распорядителей бюджетных средств у нас снижение расходов идет по 10. На физкультуру и спорт выделяются в 2,1 раза меньше, чем в этом году. У нас сокращаются расходы на капитальное строительство непосредственно с областного бюджета. Как можно соглашаться с таким бюджетом? То, что обсуждали сегодня, это лишь собственные доходы областной казны. Во многих вопросах поможет Федерация. Солидные средства придут на модернизацию образования и здравоохранения, капремонты, переселения из ветхого и аварийного жилья. Конкретные суммы станут известны чуть позже. Это первое чтение бюджета, когда, по сути, депутаты одобряют его структуру и объем доходов и расходов. А дальше предстоит более подробная и детальная работа, конкретные поправки, на что пойдут бюджетные деньги. Во втором окончательном чтении бюджет 2012 года будет принят 30 декабря. Продолжение следует...